Статья, которую я сейчас буду вначале зачитывать, она написана не мной. Её написала женщина. Написала она достаточно эмоционально, но статья серьёзная. И в принципе она касается и 9 мая, да и России вообще. И в принципе, непосредственно на сайте Пучкова, на ВОТе, получился очень большой, так назову, очень большая переписка и горячая. Вот. Поэтому, с одной стороны, так сказать, зачитывая и потом отвечая на некоторые вопросы, которые, возможно, здесь на канале «Народная дипломатия» появятся, я параллельно с этим, одновременно с этим, даю ответ и тем, так сказать, нападающим, оппонентам, которые себя проявили, задали вопросы и, собственно говоря, так сказать, имели на них ответы, но в некоторых случаях они не хотели слышать, вернее, не слышать, а видеть эти ответы. Может быть, вслух они их услышат. Потому что, разговаривая, мы можем как-то понять друг друга. Потому что какие-то тезисы будут восприняты, их можно более подробно расшифровать, когда оппонент не слышит или не понял. А когда люди пишут, то не всегда друг друга понимают. Так что, ну, начну я, в общем-то, даже не совсем сразу с статьи. Один такой вопрос. 53-й комментарий. Я его зачитаю. Вот. И вопрос меня очень, так сказать, заинтересовал. Потому что это не прямой разговор, но всё равно, всё равно туда же. Вот. Итак, псевдоним «Бригадир». 53-й комментарий. Интересно, а с кем будут воевать те, у кого дети, жёны, деньги и дом в странах потенциального противника? Те, у кого дети, жёны, деньги и дом в странах потенциального противника? Что у многих жителей России, дети, жёны, деньги и дом в странах потенциального противника? Вот такие вот вопросы, такие аргументы, на мой взгляд, очень интересные. И, по сути дела, они отвечают тут же на этот же вопрос. Так всё ж таки. Почему так недовольны данной статьёй? Многие. Сейчас я её зачитаю. Так, сейчас, минуту ещё. Сколько тут человек? Ага, понял. Всё. Итак, название. «Наши деды защищали социалистическую родину, а не олигархов». Каждый год мы празднуем День Победы. В 2015 году на улицу нашей страны вышел бессмертный полк. Как просто выйти с фотографии деда и соединиться с массой, толпой людей, несущих портреты? Как это волнительно. А что мы делаем для памяти павших? Смотрим фильмы, в которых наших дедов выставляют какими-то урками или приблотнёнными. Или тупыми, причём тупыми от того, что их загнобила советская власть. Загнала, блин, в колхозы, в институты. Отправила учиться, научила читать и писать. Некоторых даже в санаторий отправить успела. А войну по этим фильмам выиграли зэки и православные. Все остальные только мешали этим святым людям победить. Молчим, когда драпирует мавзолей. Ностальгируем по брежневским временам. Старшее поколение, да? И хоть раз задумались вы, выходящие с портретами дедов, за что они сражались. Мне сразу же начнут говорить. За родных, за детей. И окажутся правыми, но только частично. Почитайте письма с фронта. И в очень многих письмах присутствуют слова. За нашу социалистическую родину. Отечество. Обратите внимание, что упоминания о Сталине и социалистической родине чаще всего встречаются в предсмертных письмах и записках, когда люди знали, что идут на смерть. И писали о самом важном для них. Итак, фрагменты из писем. Письмо матери от дочери с фронта. После боя было очень много работы. Мы валились с ног от усталости. В конце дня кончился эфир и пришлось делать операцию без наркоза. Это молодой летчик, которому ампутировали обе ноги. Он не проронил ни слова. Настоящий советский человек. Теперь я понимаю, откуда в советских людях такой героизм. Мамочка, впереди еще много боев. И мы дойдем до Берлина. За родину и за Сталина. Целую тебя нежно. Твоя дочь Марина. Письмо с фронта от мужа своей жене Ниночки. Когда подрастет доченька, ты ей расскажешь, за что воевал ее отец и за что шли на смерть бесчисленные бойцы Красной Армии. Мы защищали советскую власть и идеолог коммунистической партии. Это означает, что я был готов отдать свою жизнь за тебя. За твое будущее и будущее наших детей. И так все. Мы идем на смерть за светлое будущее и за счастье молодого поколения. На стены надписи в гестаповских тюрьмах города Таллина. В камере номер пять. Прощайте, все товарищи. Больше не увидимся. Корнев Петр. В камере номер семь. Да здравствует СССР. Эстонская СССР. Смерть за смерть. Бойченко Е. Два дробь пять тире сорок два. То есть второе мая сорок второго года. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. В камере номер одиннадцать. Брегвадзе Василия Григорьевича. Грузина. Приговорили к расстрелу. Двадцать седьмого июля сорок третьего года. В камере номер семнадцать. Прощай, друзья. Климов Афанасий Никифорович. 1915 год. Приговоренный к расстрелу 10 декабря сорок третьего пленной. А если сейчас случится война, о чем мы будем писать? И будут все так отчаянно воевать, как воевали наши деды. Война уже идет. Она идет за наши умы, за умы наших детей. Их учит потреблять. Жить красивой жизнью для себя и только для себя. Наши предки были не глупее нас с вами. Они прекрасно понимают, что для них Советский Союз. Что для них является Советский Союз. Проблема в том, что на войне в первую очередь гибнут те, кто живет для других, а не для себя. Советская Родина воспитала много таких сыновей и дочерей. Небольшая часть из них выжила. Но еще больше выжила приспособленцев, обывателей, деятелей нашей культуры, которые выживали в эвакуации. Почитайте и сравните воспоминания и дневники этой нашей интеллигенции. Сравните их с воспоминаниями и дневниками простых людей, выживших или умерших в Ленинграде на купированных территориях. Почитайте дневник расстрелянного Германа Занадворова. Есть в сети. Почитайте письма с фронта. Почувствуйте дух того времени, когда комиссар это и отец родной и старший брат. Сравните эти дневники и вы поймете. И вы вдруг поймете, почему один идет на смерть, а другой едет в эвакуацию. А еще поймете, что именно эти выживальщики в основном верховодили в послевоенном СССР. И не только женское воспитание довело нас до жизни такой, но и трусливые, себелюбивые отцы тому внесли свою лепту. Я не знаю, что это единственная причина развала нашей социалистической родины. Просто это мразь с буржуазным сознанием. Выживальщики. Она всегда лезет повыше, ищет где повкуснее, побогаче. Ссылки для ленивых. Три адреса. Либо triam.net. Бессмертие называется страница. И в варях 2007. Живой журнал. Говорят бессмертные герои. Третья ссылка. Bibliootekar.ru. Предсмертные письма борцов с фашизмом. Как-то в марте 2016 года задала вопрос на Опер.ru. Тупичок гоблина. А вот интересно. Все, кто говорит, что они готовы защищать родину, они отдают себе отчет, какую родину они готовы защищать. Ведь те, кто стоял насмерть в Великой Отечественной войне, они не только Россию защищали. Они защищали социалистическое государство СССР. А сейчас кого защищать будем? С чего началась гражданская война? Одна из причин это то, что они защищали свои привилегии. Помещики, богатые казаки. А другие свое право на счастливую жизнь. Или будем защищать свое право на спокойную жизнь при капитализме? И получила ответы. Ответы на мой вопрос, выделены жирным шрифтом, курсивом, орфографию, стилистику и пунктуацию комментаторов, не изменяла. Так, ответы. Первый. Получат повестку и помчатся на войну, без глубокомысленных раздумий, что они хотят защищать, какую родину, ту или эту. Второй ответ. Сдается мне, что Великой Отечественной смысл того, во имя чего воюем, пришел с началом войны. Задатки, конечно, были, но они вышли из войны, из предыдущей, гражданской и Первой мировой. Так и сейчас многое получат свое рождение из Второй мировой, из афганских войн, из народной памяти. Поэтому, кстати, и важно правильно выражаться через кино и литературу, то, почему мы тогда победили. Не соглашаюсь с этим ответом, пишет это автор, пишет. Так как с первых же дней советские граждане начали проявлять массовый героизм. Они еще тогда не знали, что фашисты пришли их уничтожать. Не знали про план Барбаросса, думали, что все эти смерти – это жертвы войны. Понимание того, что это война на выживание, пришло позже. Даже советская пропаганда не сразу начала рассказывать об этих событиях, как о геноциде советского народа. Я не зря пишу здесь о советском народе в целом. Сейчас многие, особенно одаренные поборники Холокоста, очень любят указывать, что Молотов и другие советские начальники в документах, фиксирующих убийство евреев, зачеркивали евреи и писали советские мирные граждане. А так оно и было для коммунистов. Но не делили они советские граждане по национальностям. Для них все погибшие были гражданами Советского Союза. Да и в том же Бабьям Еруд, что в Киеве, там не только евреев убивали. Итак, третий вариант ответа. Себя будем защищать из своих детей, из семьи своих. Потому как те, кто придут сюда, придут тебя и меня убивать. Без шуток. Не ты, ни я им не нужны. Ни твоя, ни моя счастливая жизнь, ни наше с тобой будущее их не интересует. Им вообще насрать. Сдохнем мы тут от пуль, эпидемии или голды. Или придут сюда за ресурсами, властью и контролем. Мы тут аборигены, индейцы, шваль, проблемы, которых шерифы не волнует. Четвертый вариант. Драться будем за себя, за друг друга, за семьи, что собственно и есть за родину. Вот если разбирать вариант с вторжением извне, а не с гражданской войны, то мне дико любопытно узнать, чем же в случае такого вторжения намерят заняться те, кто хочет защищать только себя и своих родных при возникновении посредственной угрозы. Ну вот если произойдет вторжение и объявят всеобщую мобилизацию, что такие люди будут делать? Не явятся на призывные пункты, то есть совершают преступление и будут считаться дезертирами, отсидятся в тылу, пока другие мужчины отправятся воевать, сбегут из России или останутся в России, но отправятся куда-нибудь подальше от линии фронта. Благо страна у нас большая, будут ждать. Чем все кончится? Еще один вопрос очень меня интересует. Вот люди не желают воевать ради нынешнего правительства России. Так они что, ждут более лучшего правительства от захватчиков, что ли? Ну вот если Россия проиграет и будет завоевана внешними силами, эти люди думают, что внешние силы создадут более справедливую власть в стране, ради которой можно поступиться к государственной независимости? Опять автор. А дальше я спросил у людей, которые вроде бы придерживаются коммунистических взглядов с того же тупичка. Видел недавно опрос на ютубе, пойдете ли вы защищать Россию в случае войны. Из десяти опрошенных в этом видео один ответил, а что защищать? Чужой коментал, как в Даниэре и Ланиэре? И получил ответы. Первый. Пойдут только если будет угроза моей семьи. Второй. По итогам пойдет в полицаи семью защищать. Знаем мы таких. Итак, я продолжил спрашивать, и даже если возможен вариант, что наша власть будет вести нас к войне, чтобы только не дать оформиться классы в борьбе, чтобы не произошло осознание себя классом, пральтериатом по Ленину, Сталину. И получил просто замечательные ответы. Три ответа. Первый. Подобным на всю башку упоротым классом борцунам при Сталине ледорубым башки проламывали. Можно, конечно, как многие на тупичке придерживаться каких-то а-ля коммунистических взглядов, только что это даст в данный момент истории? Второй ответ. Получат повестку помчаться на войну без глубокомысленных раздумий. Чего они хотят защищать? Какую родину? Ту или эту? Ведь, по сути, здесь собрались люди, которые уже просрали страну в конце 80-х. Так что не очень понятно, чего они хотят. Хоть в следующий ключевой момент истории их лично спросят, что дальше делать. Все как обычно будет. Решат люди, у которых реальная сила. Третий ответ. Задатки, конечно, были, но и они вышли из войны, из предыдущей, гражданской и Первой мировой. Так и сейчас. Многое получат свое рождение с Второй мировой, из Афганской войны и из народной памяти. Не правда ли очень интересная концепция? Классовые интересы во Второй мировой войне не видны. Причины ее тоже неизвестны. А уповать только на то, что воевать будем массово, героически, можно, конечно. Но как долго? Вот такая получилась подборка. Закончить свою статью хочу следующим замечанием. В Белокалитвинском районе Ростовской области, в поселке Коксовом, несколько лет назад, точной даты, не знаю, был захоронен боец, найденный поисковиками. Родственников живых у него не осталось. Поэтому похоронили не на кладбище, а рядом с памятником, замученным фашистом подпольщиком. Поставили крест и пообещали, что позже памятник поставят. Так и стоит теперь памятник, а рядом с ним холмик. Надпись на кресте стирается. Ни живущие в поселке люди, ни администрации ничего не делают. Зато выйдут 9 мая с портретами своих дедов. И гордо пройдут с ними по главной площади. А кто понесет портрет этого солдата? А кто может нарисовать портреты неизвестных солдат? А кто понесет портреты тех, чьи семьи были уничтожены в войну полностью? Нет ответов. Есть только понимание, что обывательское мировоззрение глубоко засело у большинства из нас. Главное – это твоя семья, это в лучшем случае. А так – только я сам, моя самобытность. А за что погибали все те неизвестные и известные советские солдаты? Неужели только за страну так просто? А может они продолжили борьбу с капитализмом, с властью олигархов и богачей против угнетения человека труда и прочее? Неужели они воевали за все то, что происходит сегодня в нашей стране? Нет. Они сражались и умирали за циалистическую родину. Первое государство рабочих и крестьян. Поэтому смерти не боялись. А нас сегодня, буржуи, пугают революциями. Революция – это кровь, 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 реки крови. И только они представляют себе, как это страшно. А мы не можем. У них воображения для этого не хватает. А может ума? Сейчас только олигархи и буржуи имеют право убивать наемных работников несоблюдением техники безопасности. Шахты, вредное производство и так далее. На рту котиками, алкоголем, сокращением социальных обеспечений. Не говоря уже о терактах, конфликтах и войнах. О чем сейчас думает запуганный обыватель? Не дай бог революции, меня же могут убить. Пусть лучше там наверху решают, как мы будем жить. И молча послушаем, какие законы принимают. Помолчи. Так и будут нас трудящихся уничтожать, как скот. Пример Украины недалек. На Донбассе обстреливает своих же граждан, собственное же государство. Решая очередной экономический кризис. Мы говорим беженцам из Одессы, Славянска, Крематорска. Мы понаехали тут. И злобно спрашиваем, что же вам дома делать было нечего? Что вы против власти поперлись, дураки? А сами что? Сами поведем себя, когда наши дома, наше правительство будет утюжить артиллерийским огнем. Как поведем себя? Побежим в другую страну, в какую? По мнению историков, наше время сейчас соответствует 1903-1904 годам в Российской империи. Если не будем учиться у наших предков, которые построили социалистическое государство, если не создадим коммунистическую партию, которая борется за ликвидацию капитализма, то что ж, будем молча ждать расстрелов наемных работников. Национальная гвардия для этого же создана Е. Шишкина. На странице, где опубликована статья, там всего-навсего один комментарий. Комментарий так себе написано. А тут еще и для Нацгвардии огнемета закупают. По большому счету, это относится к фразе только к концу. Но это общее. Сюда это дело не подходит. Так, сейчас, минуту. Ссылку. Ссылку я давал ведущему. Вот. Просто я сейчас читал, и сам экран я не видел. Вот. Так. Ну, а теперь... Теперь... В принципе, вот тот самый первый вопрос. Так за кого? С кем будут воевать? Те, у кого дети, жены, деньги и дом в странах потенциального противника. Вы думаете, они будут воевать? Есть такой сюжет. Я про него уже упоминал в некоторых, так сказать, своих выступлениях, своих рассказах. Фрагмент из фильма «Александр Невский». Фильм 1939 года. Когда раненый дружинник, сумевший сбежать из захваченного немцами псами-рыцарями Пскова, он попадает в Новгород, и его несут на плечах на вечи, на всеобщее собрание. Вот. И там он как раз говорит о том, что «Вставай, народ! Вставайте!». А в это время выходят купцы и говорят «А ничего! У нас запасов полно! Ничего! Мы откупимся!» На что рабочий лютый говорит «Да вы-то откупитесь!» «А мы!» То есть, собственно говоря, вот этот подход, то, как может откупиться, он живой и сейчас этот подход. Поэтому не стоит, так сказать, этого пренебрегать. И считать, что достаточно проявить героизм при внешней обороне, а с тыла у тебя все замечательно. Нет, ребята. Давайте вспомним такого героя Донбасса, как Мозгового. Он много говорил правильно, но он всячески уходил от политической борьбы. Политика его достала. Извините за грубое слово. Я понимаю, что всему свое время. Не все готовы. Но жизнь так складывается о том, что надо не ждать, когда придет кто-то умный, грамотный, и он будет, так сказать, учить и распоряжаться. А самому начать искать пути, ходы, выходы из той ситуации, которая есть. Так. Ну, это как бы вступление. А теперь любопытные вопросы, любопытные ответы. Так. Если получится, если получится. Я сейчас даю ссылку. Даю ссылку. Вот. Если получится ее открыть, откройте в прямом просмотре. Чтобы было видно, что я не из воздуха беру вопрос, а именно оттуда. Значит так. На самом деле никакой крови не будет, а будет прикольно и весело. Берите с собой кофе, зонтик, друзей, шины, хорошее настроение, приходите на революцию. Вот. В данной ситуации такой комментарий он объясняет о том, что человек не разбирается, что такое революция, что такое переворот. Ему все равно. Он просто кидает свою фразу и абсолютно, так сказать, без ориентира, без компаса пишет все это. Это один вариант такого ответа. А второй вариант. Он специально, умышленно наводит тень на плетень. Понимая о том, что есть разница между революцией и, так сказать, вооруженным переворотом, он специально это не озвучивает, а запутывает. Вот так вот. Так что переходим дальше. Следующий у нас тезис вот о чем. Всегда на демонстрации ношу знамя победы. Да, это я делаю. Я всегда со знаменем победы хожу. И именно в последних, так сказать, вот таких вот хождениях люди стали спрашивать, где взять знамя победы? На мой взгляд, очень любопытный сигнал. Вот так вот. Так, сейчас я прочитаю комментарии с чата. Так, на мой взгляд, не сам вопрос интересен, а то, почему этот вопрос все чаще звучит изуз либералов? И вот в каком контексте подать ответ в ту сторону и склониться к сознанию молодежи? Да, чья пропаганда будет сильнее, туда и склонится. Но, если пропаганда будет сильнее советская, значит, крови будет меньше. А если пропаганда склонится на сторону либералов, крови будет больше. Почему я так говорю? Давайте посмотрим, сколько людей, опять же, как вот, как раз Шишкин написала, наркота, плохое здоровье, охрана труда никуда не годится и дальше, то, что она в конце статьи, то, что она написала. Вот я к чему. Потому что, когда существует определенное правило, определенные законы, они должны действовать. на сегодняшний день это не действует. Потому что, стоит только нажать на всех этих хозяйчиков, которые гоняются за свои прибыли, а не, так сказать, за первоклассным, ну, не за качественным товаром, вот, то тут встает вопрос. Вы обижаете предпринимателей? По крайней мере, это звучит достаточно часто. вот так вот. Так, шторм. Насчет игры в пропаганду просто-напросто не надо играть. Вот как деньгами не надо играть, так и пропагандой не надо играть. Надо делать дело. Все. Так, поэтому читаем дальше. Если родина не нравится, тут в комментарии, если родина не нравится, то защищать ее не нужно. Отличный заход, я считаю. Ну, считай, как хочешь. Только непосредственно мне эту страну навязали. А возможностей защищать СССР у меня так таковой не было. Хотя, в принципе, я могу сказать о том, что там, где я работал, я работал в коллективе порядка 25-30 человек было. Вот 20 человек были сторонники всей этой, так сказать, перестройки. Часть из них бегали, как говорится, в свое время на главную площадь разгонять коммуниак. Вот. То есть, в принципе, тот же самый Майдан был. Вот так вот. И когда, собственно говоря, всех радовали тем, что будет там свободная торговля, будут дивиденды получать, я это, так сказать, время помню. Вот. Так что, много там чего пели. Теперь они все дивиденды получили, все умылись, так сказать, получили фигуру из трех пальцев, и все довольны. Так. Дальше. По большому счету, защищать СССР на тот момент возможности не было. Максимум, что мы могли, да. Вот. выходил, по сути дела, пытался и объяснял один против двадцати, что это все обман. Обман. Потому что, если перепродавать один и тот же там стул, тот же самый диван или еще что-либо двадцать раз, да, двадцать человек получат какие-то деньги на руки, а производить все равно не будем, и в результате все это выдохнется. Потому что, покупатель тоже, ниоткуда, не работая, денег тоже, ниоткуда не возьмут. Так. Ладно. Карел понял. Значит, комментарий такой. Кровь все равно будет. Кровь, нищета, деградация целого народа. Да, это все будет. И это, в принципе, уже идет. Потому что, как говорится, наши министры-капиталисты уже, так сказать, заикаются о том, что потребительский спрос падает. Вот. У меня один контр-вопрос на этот тезис. А причины этого откуда проистекают? То есть, откуда появились причины этого? У меня ответ один. А то, что причины этого заложены в данной общественно-экономической системе. По-другому я их не вижу. Почему? Потому что стоит на первом месте одно. Это всеобщая погоня за деньгами. Это поощряется, это внушается, и этому учат молодое поколение. Не производить что-либо, а в лучшем случае делать деньги. Но, честно говоря, деньги делать они тоже не особо умеют. Так, переходим к следующему. Почему бы тогда не прыгнуть с крыши прямо сейчас? Тем более, вот у соседей прекрасно получилось. Ну, это вырванный вопрос, конечно. Вот. Но, в любом случае, вопрос был. Дело вот в чем. Когда так говорят сейчас про Украину, забывают одну вещь. О том, что такой прыжок уже был в 1991 году. Окончание перестройки, и по сути дела мирный бархатный переход и сдача страны верховной властью. Сдача страны. По сути дела, те, кто должны были и обязаны были выполнить свои должностные обязанности, они этого не сделали. Вот в чем вещь. Вот в чем дело. Так, дальше еще одна, так сказать, небольшая перебранка. То есть, если родине нравится, то защищать ее не нужно. Это было вопрос. И дальше как раз вот этот контр-вопрос, который контр-ответ был. Если толстосум денег не хватает нам скинуться, чтобы нам скинуться, чтобы им хватило, и ведь получается, что именно к этому призывает. В конце концов, защищать ее страну нужно, это все понятно, но, опять же, ради чего, ради кого, и, собственно говоря, чем? Потому что была такая уже защита, Первая мировая война, когда народ страну, по сути дела, подставили, в чьих интересах. То есть, получается, подставить страну под удар, вот как Николашка, это правильно? Или как русско-японскую, собственно говоря, весь флот там потопили, чтобы избежать революционных настроений в народе, устроить небольшую, так сказать, победу? Ну, то есть, у меня непосредственно мой, получается, дед, он воевал под Букденом. Я могу повторить те слова, которые я запомнил, которые мне были пересказаны. Не дед, прадед. Вот. Он говорил одно, ни хрена не кормили, боеприпасов не было, шмотки, то есть, вот, шинель, обмундирование, расползалось. Как можно было защищать и, так сказать, отбиваться от японцев? Чья это была, так сказать, задача? Вы почитайте Цусиму, Порт-Артур, Новикова-Прибоя. Вы почитайте. А ведь книжки написаны по историческим фактам. В конце концов, они сами там, можно сказать, принимали участие. Вот. Так что, тема серьезная. Вот. И дальше. Был такой вопрос. Как ты будешь защищать в случае войны Родину? Я дал ответ. Здесь, сейчас, вслух, я, в общем-то, его повторю. Ответ очень простой у меня. Дело в том, что на сегодняшний день Родины у меня нет. Родина моя была. Союз Советских Социалистических Республик. Это первое. Второе. Мой город, где я родился, переименован. Его, получается, тоже нет. Потому что те предприятия, на которых я работал, их тоже нет. нет. Так, извините, как мне называть это моей Родиной? Когда у меня все отняли. Как место работы, так и мою Родину. По-другому я не могу сказать. кому-то это может быть, что называется, да, удивительно такое услышать. Но, в принципе, это именно так выглядит. Потому что я никого не просил перемещать меня в такое государство, как Российская Федерация. меня никто не спрашивал. Был всеобщий референдум, на который начихали. Вот и все. А дальше пошла промывка мозгов. В течение 25 лет. Хотя, в принципе, она началась перестройку. Вот так вот. Нет, это я читаю вопросы. Вот, я их, так сказать, выписал. Они на воте. Вот. и так как учитывая, что вопросов много, я просто-напросто, так сказать, печатать уйму времени отнимет. Я поэтому решил о том, что мне проще и легче вслух дать ответ. Это поживем увидим. Смещать, не смещать. Поживем увидим. Потому что экономика заставит или развалиться, или страну развалить, или сделать ее, по сути дела, захватчиком, то есть, за чей-то счет жить. То есть, откуда надо что-то, так сказать, захватывать и высасывать. Вот. Или придется пройти к социализму. Или страны просто не будет. Вот так вот. Дальше. Ну, тут человек писал. Так. Объединяет всех нас именно государственный флаг СССР. Государства, которого уже нет. Но где было, да, еще проявляется поныне советское единство, стоящее выше. Да, я считаю, что именно советское единство, оно проявляется. попробуйте где-либо в том же самом фейсбуке отписать вот буквально в честь праздников вот отписаться про про войну, про все про это. И когда начинают писать русские, 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 вместо слова советские, русские победили, Россия победила. когда начинаешь писать о том, что вообще-то советский, вообще-то вот флаг победы, знамя победы, а не то, что, так сказать, предлагают символом победы, ты получишь, обязательно там будет голосовалка, плюсики поставят тебе не только люди с русскими фамилиями, именами, но и люди, так сказать, с именами, фамилиями, я не знаю, там, казахи или таджики, неважно, там, кавказ ли, они тоже за это. вот так вот. Так, дальше переходим. Значит, сегодня у меня нет родины, да, я это подтверждаю, вот, но я объясняю, там, что родина у меня есть, родина у тебя есть, ровно как и у большевиков до 17-го года она была, ты не прав, но я просто подтверждаю еще раз о том, что в Российскую Федерацию меня втащили, я не собирался менять паспорт, мне это, когда, собственно говоря, начали прессовать, вот как, как на Украине, людей сделали украинцами, сказали, надо там переоформить, переделать паспорта, все, вот так вот, так же было, в результате они получили о том, что ты гражданин Украины, и ты украинец, все, откуда у них, так сказать, массовое количество украинцев взялось, большинство, когда, так сказать, до этого было, большинство русских, ну, в советских паспортах там же было написано, то есть, ты указывал какой-то национальности, это же никто не мешал тебе это написать, вот так вот, дальше, объединяют нас сейчас общие интересы, увы, не более, а это вопрос хороший и любопытный, у кого общие интересы, вот, этот вопрос, прям вот, он меня и по сути дела толкнул, попробуйте дать устный ответ, какие общие интересы, у кого общие интересы, у Абрамовича, там, Потапов, или как там, еще всех этих, так сказать, миллиардеров, у тех, кто раньше работал, и с теми, и тех, кто раньше работал в заводах, там, технологами, мастерами, вот, а теперь вынуждены работать продавцами, вот уже сколько лет они вот стоят, женщины, вот, и проработали они 90-е годы, у них ни пенсии, ничего, они не знают, говорят, а как мы, чем можем оформить, тогда деньги наличкой шли, и все, и, что хочешь, то и делай, пенсии-то минимальные будет, вот, то есть, они, получается, до гробовой доски будут стоять за прилавком, это же, готовы, так сказать, ну, по сути дела, то же самое, я не буду сказать смерть, но, до гробовой доски будут стоять, вот так вот, и спрашивать, так в чем же общий интерес, или у меня, вот я, интересную работу, я имел, так сказать, меня устраивало, меня гарантированное будущее, меня было, и у меня общий интерес стал со суммой теперь, в чем он, я сейчас раб денег, я полностью раб денег, по-другому никак, и все вокруг, так в этом, что ли, у меня интерес, извините, у этого миллиардера, так сказать, он, но он тоже раб денег, потому что ему надо сохранить миллиарды, а мне, собственно говоря, так сказать, выжить надо, поэтому приходится, так сказать, этими же деньгами крутить, вертеть, вот и все, так извините, у меня нет общего интереса с ними, нету, и быть не может, и вообще, так сказать, быть рабом денег, это не мой интерес, так что, про это, кстати, тоже я говорил, в перестройку в свое время, так, значит, дальше любопытный тоже, 68 вопрос, противопоставление совков и молодого российского поколения, нехорошая тенденция, вна, она, а, ну понятно, прорвало, да, на Украине, это было сделано еще в перестройку, противопоставление совков и молодого поколения, это было сделано тогда, когда молодому поколению начали со всех средств массовой информации, с телевидения, с радио, в газеты, журналы, все эти там, там, один этот огонек, там, смена, да, всюду, блин, просто-напросто масса информации ввалила, одно о том, что, по сути дела, говорила о том, что, ваши деды дураки, то, что они сделали советское государство, то, что они построили советскую страну, то, что они вот за так работали, вместо того, чтобы была бы нормальная, правильная экономическая страна, с рыночной экономикой получали бы дивиденды, вот так вот, то есть, по сути дела, молодому поколению объясняли, ваши деды дураки, а вот ваши родители сейчас, которые работали на всей этой советской промышленности, которая убыточна, она неприбыльна, она все неправильно делает, смотрите, как на Западе красиво, все правильно, а у вас тут ничего неправильно, значит, ваши родители тоже неправильно, в неправильной экономике работают, значит, и нечего на них внимания обращать, то есть, по сути дела, молодому поколению объясняли, ваши родители дураки, и в результате, вот она, вот он майданчик, вся эта перестройка в итоге свернулась, завернулась, но так как, еще раз говорю, поколение было достаточно образованное, советское, достаточно образованное, и понимали о том, что кровь делал плохое, то дальше, по сути дела, никто не мог себе представить о том, что, как говорится, все эти менеджеры, все это, так сказать, правительство согласится, ну, с таким вот мирным способом решения вопроса, политического вопроса, по сути дела, нас сдали, вот так, а противопоставить, ну, можно было на работе, так сказать, бастовать в одиночку, там, что-то показывать, и дальше, что, вот так, потому что, все окружающие считают, что, вот теперь, теперь-то мы заживем, вот, вот теперь, вот, я приведу такой пример, у меня отец, зашел в заводскую бухгалтерию, там сидит 25 бухгалтеров, ну, по несколько цехов каждый бухгалтер вел, зашел и говорит, к нему обращаются, говорит, ну, подпишись на приватизацию завода, подпишись, он говорит, я пенсионер, я подпишусь, мне пенсию все равно будут платить, а вас, вас, вот хозяин придет, посмотрит на вас тут, на 25 человек, и скажет, вот 5 человек мне хватит, остальных выгодит, ах ты провокатор, ах ты провокатор, но именно так и получилось, и даже получился еще больше, потому что, не то, что 5 человек оставили, завод угробили просто-напросто, все, его нет, вот так вот, так что, вот такая вот картина, совсем с этим, молодое российское поколение, и совки, так что, все было сделано, еще в перестройку, молодые, не знают, не понимают, все это, так что, ничего не изменилось, только все знают, что совки вымирают, потому что возраст, потому что, нет возможности, учить правильному, жизненному взгляду, в основе которого, лежит, советская идеология, и опыт дедов, полученный, на фронтах, с врагом, вот так вот, дальше, так, Овчаренко там, любопытно, значит, ему был такой, Азов, никогда не делал революции, никогда не делал революции, ну, это в принципе, да, так, он правильно, так, а вот, Ваттон Югин делал, именно Ваттон Югин, стоял на Майдане, и Жов Беркут, именно на базе, Ваттон Югин, сформирован Азов, но тут, перебранка такая, смысл один, о том, что, что произошло, в Киеве, почему, кто-то, называет, это революцией, а чтобы, по сути дела, запугать людей, чтобы мозги запудрить, вот и все, вот, а дальше, очень любопытно, тезис, в принципе, обозначил Овчаренко правильно, либо ты будешь учиться у большевиков, либо тебя будут учить у сташи, ну, не важно, у сташи, майданщики, там, бандеровцы, власовцы, абсолютно не важно, но это так будет, дальше, мне непонятно, пишет Боинис, почему Россия не часть СССР, ну, там, так сказать, переписка, тема, дело вот в чем, Россия, территориально, часть СССР, да, но политически СССР нет, и Российская Федерация не является продолжением Союза Советских Социалистических Республик, потому что, даже цели такое не стояло, по воссозданию СССР, ее не стояло, и стоять не будет, потому что, общественно-экономическая система, другая, вот в чем вопрос, а не в том, чтобы рассматривать это территориально, вот дальше специально это вопрос, или не специально, это уже другая тема, хотя дальше идет приписка, как это не часть, разъясни, я тебя не понял, когда заходит речь о прошлом и будущем, то обычно Россию представляют не как одну, хоть и определяющую СССР, а как логичный исход, самоубийство СССР, этакая квинтэссенция мощи, бед всякого балласта, без всякого балласта, опасное и лживое в корне мнение, абсолютно верно, о том, что это мнение неправильное, абсолютно вредное, потому что СССР и балласт абсолютно не взаимосвязанно, задача была одна, объединиться, и она выполнялась, объединиться и решать эти вопросы, революции, хорошо, так, вот тут мы подходим к главу, есть ли у России шанс на революцию, ребят, дело в том, что революция революции, вот, но революции бывают разные, изменения, что такое революция, это изменения в любом случае, общественно-экономической системы, так вот, систему можно менять по-разному, можно менять силы, можно менять не силы, те же самые выборы и победы Уга Чавеса, так, дальше, ну, в принципе, тут уже немного осталось, большевики не перекраивали Россию, как культурно-историческое образование, абсолютно верно, они ее не перекраивали, вот, дальше там было, большевики уничтожили государство, построили свое, прежде чем печатать буквы, почитайте государство революции, нет, не так, это Овчаренко и Штекер спорили, нет, не так, ребята, развал был до большевиков, развал страны, то есть, царской России, они были против буржуазного государства, большевики, это факт, но слом самого буржуазного государства, слом монархии и буржуазного строя, выполнен был не ими, а именно буржуазной революцией, то есть, произошла смена общественно-экономической системы, да, но ломать большевикам не пришлось, все было сломано до них, благодаря Первой мировой войне и участию России в ней, и благодаря, так сказать, всей этой буржуазной, буржуазному временному правительству, первому, там второму, вот, так, и последний такой тезис тут, СССР активно объединяло всех, до кого мог дотянуться, контратвет был, вот только дотянуться, он далеко не до всех, Польша и Финляндия оказались потеряны, это не помешало Союзу стать более мощным образованием, чем Российская империя, вот, дело вот в чем, из советского прошлого выбирают куски, которые устраивают текущую власть и народ, ну, я бы сказал так, что выбирают не те куски, которые устраивают народ, власть, которые устраивают систему, систему устраивает обезличенные победы народа во время войны, все, про это и говорят, в крайнем случае, разрешат, что называется, разрешают пронести флаг победы, да, но что за этим скрыто, как раз мы тут возвращаемся к смыслу всей этой статьи, написанной Шишкиной, вот, о том, что что за этим скрыто, это упускать нельзя, вот, так что, в чьих интересах, что защищают, это очень важно, потому что Первая мировая война, если для, так сказать, для народа оказалась не то, что болезненно, а по сути дела, смертельно, потому что с 14-го года по 17-й год, ну, считай, сколько, три года воевали, да, и штык в землю, а во время Великой Отечественной войны воевали дольше, кровавее, и штык в землю, такого не было, добили до конца, до логова дошли, вот и делайте выводы, кому какая война, кто на что, и кто куда, все, про статьи, все.